С вашего позволения, я, видите, взял две бумажки. Да. Я для того, чтобы не упустить ни слова, ни детали, я, с вашего позволения, прочитаю текст. Давайте. И там будет ответ на вопрос. На все вопросы. Я этот текст написал лично сам. Я никогда не читаю, почти никогда, чужие тексты, ну, кроме чужих мнений. Я сегодня прочитал этот текст на канале «Россия» при включении в прямой эфир программы «60 минут». Я думаю, что он стал холодным душем для россиян, которые это услышали. Но он сейчас станет холодным душем и для украинцев, которые услышат этот текст, потому что здесь сенсация и очень большая. Вы знаете, я вам скажу, что все пять лет меня мучает, как без пафоса, как гражданина не буду говорить, как патриота не буду говорить, как человека, который пропустил этот Майдан через свое сердце, который, я думаю, что я потерял за время Майдана и пяти лет постмайданных, я думаю, что я потерял часть своего здоровья, потерял часть своей жизни, я, может, меньше проживу из-за этого, потому что я все время думаю, переживаю. Меня это гложет. Меня гложет это. Я всегда хочу истины, стремлюсь к истине. Я не понимаю, я искренне не понимаю, почему прошло пять лет, после того, что людей стреляли, как куропаток в центре Киева, на глазах у всего мира. Пять лет, пять лет прошло. И наша власть не дала ни одного ответа на вопрос, кто это сделал, кто за этим стоял, как это происходило. Ни одного ответа. Я не понимаю, как это может происходить. По Бандерии и Шухевичу знают каждое движение. Что было 50-100 лет назад, все знают. Что было в 1600 каком-то году, знают. В учебниках все написано. Что происходило в центре моего города, средь бела дня. Что это было ровно пять лет назад. Ничего. Никто ничего не говорит. Я, с учетом того, что у меня есть доступ к секретной информации, с учетом того, что я знаю, я попробовал написать небольшой текст. Я хочу его прочитать, чтобы не упустить ничего. Я думаю, что это можно расценивать, как мое заявление в украинские спецслужбы, чтобы помочь им, наконец, сказать людям, что происходило у нас здесь, в Киеве. Впервые, простите, буду чувствовать себя Леонидом Ильичом Брежневым. Буду читать с бумажки. Значит, первое, смотрите. При Януковиче. Председатель СБУ Якименко, гражданин России. Два министра обороны, Соломатин и Лебедев, граждане России. Это я сейчас картинку нарисую. В Украине все пронизано российской агентурой. В Киеве во время Майдана концентрируется огромное количество высокопоставленных и рядовых сотрудников ФСБ и ГРУ. Цель – вызвать столкновение неуправляемости хаос. Сейчас объясню, почему. Мало того, и это официально заегистрировано в суде, этот факт. В Киев прибыл борт из Москвы со спецсредствами для подавления Майдана. Спецсредства. Что самое? Там гранаты, газ, какие-то светошумовые гранаты. Вся эта жуткая галиматья. Теперь дальше. Операция по захвату Крыма, утверждаю я, была спланирована еще в 90-е. В 94-м году, когда президентом Крыма был гражданин России Мешков, она провалилась. В том, что она провалилась, мы должны сказать спасибо президенту Кучме. И решительности должны сказать спасибо Евгению Кирилловичу Марчука, который благодаря группе «Альфа», переброшенный на вертолетах ночью в Симферополь и занявший помещение СБУ и МВД Крыма, предотвратил захват власти в Крыму. Тогда уже был завезен, об этом лучше может рассказать Евгений Кириллович, конечно, тогда был завезен уже «Кубанский казачий хор», в кавычках, молодые городкостриженные ребята, президент Крыма Мешков. Все в агентуре. Вопрос решенный. Марчук это дело пресек. Крымских депутатов вывезли в Киев, Мешкова выкинули за пределы Украины. Крымским депутатам, конечно, дали кое-чего, какие-то преференции. В общем, эта тема не состоялась в 1994 году, но надо учесть еще, что президентом России был Ельцин, который имел дружеские отношения с Леонидом Кучмой и который все-таки был в душе демократом, и на это пойти было сложно ему лично. Теперь дальше. Россияне имели план отъема Крыма. Он был спланирован до мелочей. Ждали момента, и вот момент настал. В Киеве хаос, неуправляемая ситуация. Начали Майдан не россияне, я акцентирую на этом. Россияне увидели, что есть возможность, когда можно наконец отнять Крым. И они дожидались окончания Олимпиады в Сочи, поэтому так тянулись финальными аккордами на Майдане. И когда мы видели, как Беркут вроде идет, и сейчас все закончится, они отходили назад. Меня мучили эти вопросы. Почему Беркут назад отходил? Почему, когда мы стоим на сцене Майдана, тут все в Беркуте, все тут, 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 все в Беркуте, а здесь улица Трехсветительская, которая вообще не охраняется, с нее могут сейчас спуститься роты Беркута и подавить сцену к чертовой матери. Почему этого не происходит? Почему не обрубают свет, который направлен на сцену, прожектора? Почему звук не обрубают? Почему все продолжается? Почему Беркут то вперед, то назад ждали окончания Олимпиады. Теперь внимание. Но же Олимпиада завершилась 23 лютого, если не помиляюсь. А подии в Крыму начались 20-го. Она уже шла к концу, уже все. Там были последние несколько дней. Теперь внимание. Сейчас я буду говорить очень важные вещи. Я прошу внимания. Медаль за возвращение Крыма. Медаль за возвращение Крыма. Министерство обороны России 3 апреля 2014 года была вручена 300 товарищам российским, в числе которых и Владимир Путин. Но здесь незадача и явный провал. Жуткий провал. Даты на этой медали за возвращение Крыма. 20.02.2014-18.03.2014. Обратите внимание на 20-е. То есть 20 февраля начало операции. А Янукович еще президент и находится в Киеве. Мало того, к выполнению срочного заказа Министерства обороны по изготовлению 25 тысяч медалей за возвращение Крыма привлекались ООО «Завод Мосштамп», ЗАО «Мытищинский завод Военный знак» и ООО «Русская лента». Государственный контракт с Мосштампом на поставку медалей, а также подарочных упаковок с бланками удостоверений был заключен еще 13 января 2014 года. И это есть в открытом доступе. А российская ООО «Русская лента» прямо в СМИ отчиталась, как быстро и оперативно выполнила срочный заказ Российского Министерства обороны. А теперь финал. 21 февраля. В присутствии министра иностранных дел Германии и Польши. И спецпосланника, а также спецпосланника президента России Лукина Янукович подписал с лидерами объединенной оппозиции, Яценюком, Кличко и Тягнебоком, соглашение об урегулировании политического кризиса в государстве. То есть, простым языком, досрочные выборы, конец противостояния, Майдан расходится, все. Все. Тем не менее, Лукин это соглашение не подписал. Все подписали. И немцы, и поляки. Министр иностранных дел. Лукин отказался подписывать. Он знал уже все. Ну а дальше. Россия руками своей агентуры, в том числе из руководства Майдана, провоцирует убийства в центре Киева как митингующих, так и беркутовцев. Имена можете назвать этих людей? Сейчас мы дойдем до этого. Параллельно к Виктору Януковичу приезжает высокопоставленный сотрудник украинских спецслужб в чине генерала армии, являющийся давним сотрудником КГБ СССР, и пугает его тем, что Януковича вот-вот немедленно убьют. Напуганный и сам по себе трусливый Янукович срывается с места и бежит в Россию при непосредственной помощи сотрудников российских спецслужб под руководством бывшего начальника личной охраны Владимира Путина, а ныне губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Таким образом, Кремль начал аннексию Крыма еще при легитимном и находящемся в Киеве Януковиче. Но для того, чтобы аннексировать Крым и выглядеть более-менее чистым в глазах мира, мирового сообщества, нужно было, чтобы Януковича тут не было. И последнее. Вывод. Убийства на Майдане были организованы российскими спецслужбами, чтобы запустить сценарий возможной гражданской войны в Украине и аннексировать Крым. А если и повезет, то и часть Украины. Я готов ответить на ваш вопрос. Вы заявили про российскую агентуру среди руководства Майдана. Кто сам? Значит, я утверждаю, что среди руководства Майдана было много агентов Российской Федерации. Имена может это назвать? Их фамилии, имена отчества, даты вербовок и все остальное хорошо известны всем руководителям спецслужб, их заместителям и всем имеющим отношение, минутку, и всем имеющим отношение к безопасности государства. Я называть их фамилии не буду, по причине того, что мне еще хочется пожить немножко. Но я обращаюсь ко всем руководителям спецслужб с просьбой называть эти фамилии. Они вам хорошо известны. Вы их знаете. Среди ющих кривнаки в спецслужбах. Диагонт Российской Федерации. Я неуполномочен отвечать на этот вопрос. Продолжение следует.